С кэшбэк-сервисом Letyshops ты можешь возвращать до 30% денег, которые потратил на покупки. Сначала нужно зарегистрироваться, потом выбрать один из 2300 магазинов, перейти в него и сделать покупку, как обычно. Вывести деньги можно любым удобным способом. Ссылка в описании. Огромная армия агрессора готовилась захватить Древнюю Грецию. На ее пути встала горстка бойцов. Но это не были обычные солдаты. Они рождены, чтобы сражаться. Приучены терпеть боль. Убивать и погибать. Это были 300 спартанцев. Несомненно, спартанцев можно считать элитными войсками своего времени. Атакуем! Они атаковали сомкнутым строем. Они двигались на врага непреклонно, как танк. Это смертоносная машина. Отчасти это было похоже на горловину мясорубки. Мы расскажем подлинную историю самого тяжелого задания 300 спартанцев. Спасти Грецию от могущественной Персидской империи. Спецназ древнего мира. Спартанцы. Персидская империя была самой большой из всех известных в древнем мире. Теперь она нацелилась на свободные города Греции. Афины, август 480 года до н.э. Персидские орды собирались разгромить Афины, место зарождения демократии. Лишь небольшая группа воинов встала у них на пути. Решимость этих мужчин сражаться, невзирая на то, что они, вероятнее всего, погибнут, поражает. Под предводительством 60-летнего царя они были готовы выполнить самое сложное задание. Они были готовы отдать за родину свои жизни. На рассвете персидского разведчика послали шпионить за ними. Он увидел, что они смазывают волосы маслом и расчесывают их. Зрелище очень позабавило персов. Только женщины могут так ухаживать за волосами. Персы не знали, что расчесывание – обряд подготовки к битве. Они – спартанцы. То есть они самые мужественные, самые сильные мужчины из всех греческих воинов. Разведчик доложил о девичьих повадках этих солдат своему императору. Серкс поверить не мог, что эти женоподобные воины представляют угрозу. Серкс потребовал, чтобы они сдались, ведь у них не было никаких шансов. Сдавайтесь! В чем дело, парни? Сложите оружие! Но это как раз то, чего спартанцы никогда бы не сделали. Закон Спарты гласит, что у воина на поле боя есть только два выбора – победить или умереть. Эти воины были родом из суровой горной местности. Спарта была единственным государством Греции с регулярной профессиональной армией. Она всегда была в полной боевой готовности. Их обучали для войны. Государство кормилось войной, и это все, что знали и умели спартанцы. Военный режим Спарты начинался с рождения. Каждого мальчика ждал безжалостный отбор. Если у ребенка обнаруживался какой-то дефект, спартанцы без тени сомнения шли к пропасти на границе Спарты, за пределами жилых мест. Они бросали его в пропасть, где этот ребенок, их младенец, непременно погибал. Те мальчики, которым посчастливилось выжить, постоянно тренировались, начиная с семи лет. Если во время учебного боя один из мальчишек выказывал слабость, то за его слезы и нарушение обычаев наказывали не самого мальчика, а его старшего наставника. Спартанские мальчишки не знали, что такое изнеженность. В любую погоду они ходили босиком для закалки стоп. Система была разработана так, чтобы воспитывать послушание, выносливость и стойкость. Все, что потребуется спартанскому воину во время кампаний. Такие качества спартанцев сегодня хорошо известны каждому спецназовцу. Кен Джонс — бывший солдат британской САЭС. Как и спартанца, он с молоду тренировал способность выдерживать любую боль. Я испытываю глубокое чувство гордости за то, что заставил себя преодолеть все тяготы. Я горжусь своими солдатскими навыками, стараюсь извлечь все выгоды своего обучения и прошлого опыта. У меня в голове одни только максимы, типа «боль штуковременная» или «это слабость, покидающая твое тело». Нужно заставлять себя идти дальше. Именно эта стойкость, с которой они переносили любые виды боли, будь то физическое или психологическое, сделала спартанцев лучшими воинами древнего мира. Основной частью спартанского воспитания была необходимость ловли еды для пропитания. Мальчики полагались только на свои навыки выживания и были на полном самообеспечении. Подобная уверенность в своих силах означала, что их армия будет сражаться на том поле боя, которое другие покинули бы. Современные элитные войска проходят такие же испытания на выживание, как спартанцы. Фактически солдаты действуют автономно в течение недели. Питаются только тем, что ловят. Кролики, фазаны, все что угодно. Собирают ягоды или любую другую пищу, которую могут добыть. Если вы провалите это испытание в САЭС, вас отчислят. Если такое испытание проваливал спартанец, он умирал от голода. Фактически они почти не кормили мальчишек. Как следствие, им приходилось импровизировать, они были готовы даже украсть. Если их ловили во время кражи, то наказывали не за то, что они украли, а за то, что попались на этом. В результате развивались навыки скрытного перемещения, необходимые для древних воинов во время кампаний. Принцип «не попадись» ежегодно подкреплялся жестоким ритуалом. У спартанцев был турнир, название которого грубо можно перевести как «турнир краденого сыра». Голодные молодые спартанцы должны были схватить ламти сыра на камне. Попытки мальчишек украсть сыр и утолить голод поощряли. Но в то же время их поджидали парни постарше с кнутами и дубинками, которые охаживали каждого, кто пытался унести этот сыр. Подобное учило их навыкам маскировки и умению приблизиться к цели, что должно было сослужить им добрую службу на поле боя. Целью было приучить их к жестокости сражений. Если спартанский мальчишка научится игнорировать боль, то он сможет выстоять в боевом строю, выстоять и продолжать сражаться, даже будучи раненым. Стойкость. Умение драться, невзирая на боль. Отсутствие страха. Идеальная форма. Эти качества отличали спецназовцев во все времена. Прямая связь между спартанцами и морскими котиками. Во время обучения в спецназе морской пехоты вы достигаете лучшей формы в своей жизни. Становитесь похожи на спортсмена мирового класса, оставаясь прежде всего бойцом. Эти парни в идеальной форме. Их боевой настрой непоколебим. После 11 лет напряженных тренировок, к 18 годам спартанский рекрут был готов к выпуску. По окончанию учебы он получал латы и прочую амуницию спартанского воина. Самым драгоценным имуществом был большой и тяжелый щит. Перед каждым сражением они тренировались с ним до автоматизма, готовые умереть, но не потерять его. Матери говорили сыновьям «Вернись со щитом или на щите». Иными словами, вернись с победой и щитом, или пусть тебя принесут на нем мертвого. Новобранцы вступали в ряды лучшей армии в Греции. Их репутация сеяла ужас. Их боялись до смерти. Зачастую армии просто разбегались при виде них. Спартанцы осознанно шли в бой. Они двигались на врага непреклонно, как танк. Все это способствовало тому, что враг испытывал ужас еще до начала битвы. Попасть в армию было первым шагом. Каждый год проходил отбор самых лучших воинов в элитное спартанское спецподразделение. 300 царских телохранителей. Но даже внутри этого элитного отряда была особая группа, известная как «Криптия» или подразделение тайных спецопераций, в которую входили лучшие из лучших. Эти парни были элитой из элит внутри спартанской военной системы. Точно так же в отряде морских котиков США есть «Команда-6», предназначенная для самых ответственных заданий. Люди говорят, что «Команда-6» — это лучшие из лучших. А в ближнем бою, пожалуй, на планете нет никого лучше них. Собственно, они только и сражаются, что в ближнем бою. Чтобы попасть в «Криптию», молодой спартанец должен был пройти отвратительный обряд инициации. Ему приказывали убить Элота, одного из спартанских рабов, которые занимались всеми физическими работами в Спарте. Одобренное государством убийство. Фактически, государство использовало элотов как учебный материал для избранных членов спартанских вооруженных сил. Для потенциального члена «Криптии» важнее всего была скрытность. Если его поймают, он проиграл. Некоторые вещи остаются неизменными на протяжении веков. Камуфляж и скрытность — основные элементы военного искусства, необходимые для выживания на поле боя. Умение хладнокровно убить врага служило пропуском в ряды «Криптии». Они имели возможность продемонстрировать свои умения и мастерство, а также, что более важно, свою преданность государству. Готовы ли они отнять жизнь во славу Спарты? И поныне у современных спецназовцев вырабатывают безжалостность. Они не должны испытывать симпатию к цели. Ты просто лишаешь их всего человеческого. Того факта, что у них есть семья, что они живые, дышащие люди. Видишь только явную цель. Тогда будет легче подобраться и убить. Но современным бойцам проще. Они могут убить на расстоянии из винтовки или пистолета. А у юного спартанца был только нож. Очень трудно нанести один удар и скрыться. Для этого нужны скорость, агрессия и неожиданность. И нужна физическая сила, чтобы вывести из строя любого неприятеля. Бросок должен быть невероятно агрессивным и жестоким. Убить без колебаний. Встретить смерть без страха. Вот что отличает члена элитной спартанской криптии. Многие из них оказались среди тех трех сотен, что поджидали персидскую армию. Август 480 года до нашей эры. Огромная армия под командованием самого императора Перса вторглась в Грецию. Для Ксеркса Великого это было личным делом. Десять лет тому назад греки унизили войска его отца. И теперь Ксеркс жаждал мести. Чтобы подчинить себе весь греческий полуостров и сделать его новой провинцией Персидской империи, он организовал комбинированное вторжение с суши и моря. Это стало серьезной проблемой для греческих государств. У них не было армии для сопротивления персам. Греки собрали совет. Они отчаянно нуждались во времени для сбора сил. Совет обратился к царю Спарты Леониду, командующему единственной профессиональной армией в Греции. В конце концов, совет разработал план. Было решено использовать численность персидской армии против нее самой, максимально долго удерживая от продвижения. Огромная персидская орда быстро израсходовала бы все поставки и ресурсы. Она в буквальном смысле опустошила бы район расположения, исчерпав необходимые для выживания ресурсы воды, продовольствия и прочего. Оказалось бы, в затруднительном положении. Чтобы осуществить этот план, Леонид должен был найти место, которое он сумеет удержать, но в котором персы не смогут использовать свое подавляющее численное преимущество. И Леонид выбрал естественное узкое горлышко. Между горой Калидром и морем располагался Фермопильский проход, который из-за близости термальных источников называли теплыми вратами. Здесь единственная дорога на юг сужается всего до 20 метров и тянется вдоль берега. Идеальная оборонительная позиция. Она направляла войска персов прямо на ряды греков. Любимый стиль борьбы спартанцев. Это лобовая рукопашная схватка лицом к лицу. Они могли не опасаться, что их обойдут с флангов и атакуют со всех сторон. Чтобы выполнить это жизненно важное задание, Леонид решил лично возглавить элитное подразделение – 300 спартанцев. Его прекрасно обученных воинов поддерживали несколько тысяч греков в резерве, но передовую должны были удерживать три сотни спартанцев. Ключом к обороне стала знаменитая и внушающая страх боевое построение спартанцев – фаланга. Оборонительная стена из щитов, ощетинившаяся копьями. Такое построение могло выдержать любой натиск. Но также это была смертоносная машина. Они могли уничтожить любые вражеские подразделения, посланные против них. Смирно! Эксперт по оружию Джон Нейлор проверит тактику спартанцев вместе с курсантами. В первую очередь, уверенность в противостоянии врагу человеку придает вот это. Большой выгнутый деревянный щит. Он защищает две трети тела, поэтому воин сражается с большей уверенностью. Спартанцам помогала победить их дисциплина. Вместе они образуют мобильную стену щитов. Мощь фаланги в объединенной силе всех ее отдельных воинов. Господа! Каждый из них уже не просто отдельный воин. Он часть боевой машины, все винтики которой работают в унисон. Боец защищает не только себя, но и стоящих по бокам товарищей. Если щиты — это защита, то копья разят на повал. Главное оружие спартанцев — копье — имело большую досягаемость. Настолько, что даже вторая шеренга воинов могла наносить смертельные удары. Под жарким августовским солнцем, самой узкой части фермопильского прохода, стояли шеренги спартанцев. Фаланга состояла из 35 гоплитов в ширину и 8-9 в глубину. В ожидании атаки персов они наверняка испытывали те же эмоции, что и современные солдаты перед боем. Каждый солдат испытывает невероятный прилив адреналина, состояние мощного напряжения и также талику чистого страха. Они достигают кульминации самых пороговых эмоций и готовы умереть за свое дело или за выживание своего народа. Пока персы приближались, царь Леонид в последний раз напомнил своим воинам об их долге перед Спартой. Вот вам еще одно доказательство прекрасной формы спартанцев. 60-летний царь мог еще сражаться вместе со своим войском на поле боя. Персы бросились в атаку. Пехота, волна за волной, штурмовала узкий проход. Серкс сначала послал в бой не штурмовые подразделения своей пехоты, а войска второго эшелона, то есть не самых лучших, но и не худших. Их были тысячи против трехсот. Персы надеялись на легкую победу. Но спартанцы стояли непоколебимо. Для спартанцев это было вроде учебного боя. Враги лезли, чтобы погибать. Потому что в каждого перса целилось полтора копья. Одно-то перс мог еще отбить. И в этом было хитрое преимущество спартанцев. Если одно копье промахивается, другое убивает. Стиль ведения боя фалангой был одним из наиболее жестоких во все времена. До большинства противников было менее двух метров. Воины прекрасно слышали крики нападавших. Они чувствовали, как оружие проникает в тела врагов. Отчасти это было похоже на горловину мясорубки. И вскоре персы уже сражались в море крови, на телах павших товарищей. У них даже не было устойчивой опоры под ногами. То была зона смерти. Это уже не бой, а настоящая резня. К концу первого дня спартанцы убили тысячи персов, понеся при этом минимальные потери. Леонид и его люди были уверены, что продержатся. Для свободы греческих государств каждый день был на счету. Но затем Леонид узнал тревожную новость. Есть тайная тропа через гору выше Фермопил. Если персы найдут тропу, они смогут тайком обойти защитные порядки спартанцев и ударить с тыла. Леониду нужны были все его люди, и поэтому он отправил резервное подразделение местных греков. Леонид послал греческий контингент из города Факидо для обороны тропы, по которой персы могли обойти его с тыла. На следующее утро император Ксеркс приказал готовиться к атаке новым войскам. На этот раз это были не обычные солдаты, а его лучшие силы. У Ксеркса остался только один выход — отправить в бой свои собственные спецподразделения, чтобы сломить спартанцев. и он послал бессмертных. Они в самом деле были прекрасными воинами, элитой, штурмовым подразделением. Их называли бессмертными, потому что их всегда было 10 тысяч. Если один погибал, его тут же заменял другой из резерва. Главное, чтобы их всегда было 10 тысяч. И снова разница огромна. 10 тысяч против 300. Но репутация бессмертных не пугала спартанцев. Они были лишь рады новому испытанию. Для них это был шанс показать греческому миру и персам, на что же способны спартанцы. Но оказавшись зажатыми в узком проходе, даже бессмертные не смогли поколебать спартанскую оборону. В большинстве своем персидские копья меньше двух метров длиной, и они легче. Когда вы встречаете копья спартанцев длиной 2,5 метра, вы просто не в состоянии пройти через эту стену щитов и копий. Это была свирепая рукопашная схватка. Во время развернувшегося боя персы теряли примерно одного человека каждые 3-4 секунды. Но сражение сказалось и на спартанцах. Бой всегда ужасен. Огромное давление на тело. Во рту пересыхает. Сердце выпрыгивает. В мышцах скапливается кислота. Большинство людей может сражаться всего несколько минут, после чего требуется передышка. Фермопилы в августе больше напоминают печь. Температура поднимается до 40 градусов. Долгий жаркий день схватки – проверка выносливости спартанцев. Главной проблемой царя Леонида стала возможность маневра скудными силами в этих суровых условиях. Он был начальником всей греческой армии. Решал, какое подразделение выводить в первые шеренги, а какое отводить назад на отдых. Кроме того, он отвечал за всю логистику и прочее, связанное с обороной. Главным его приоритетом была вода. Чтобы сражаться в полной броне в жаркий августовский день, каждому бойцу нужно 10 литров в сутки. Леонид поступил разумно. Он расположил свои оборонительные порядки перед главным источником воды. Приготовиться к атаке. В атаку! Спартанцы были так хорошо обучены, что полностью контролировали поле боя. И могли выполнять даже такие требующие высокой дисциплины маневры, как имитация отступления. Перед спартанцами лежат буквально груды тел. И что они делают? Отступают на небольшое расстояние. Приготовиться к отходу. Отходим! В результате персы вынуждены перебраться через груду собственных мертвецов, нарушая свои порядки. И затем они снова оказываются на узком участке, где спартанцы опять сходятся с ними в рукопашном бою. Отступив, спартанцы тут же снова восстанавливают стену щитов. Восстанавливают стену металла, сухожилий, мышц и дерева. Неприятель снова разбивается об эту твердыню, а спартанцы продолжают убивать еще больше. Такое зрелище напугало приближавшихся к полю боя бессмертных. Это не место твоей победы. Это место, где ты умрешь. Весь день два элитных подразделения сходились в рукопашных, не желая уступать друг другу. Когда солнце над фермопилами зашло, вокруг лежали многие тысячи убитых персов. После двух дней боев спартанцы продолжали удерживать проход. Нужно было только соблюдать дисциплину и не нервничать. Однако ночью разразилась катастрофа. К Серксу подошел местный грек, из тех, кто не участвовал в сопротивлении. Как часто бывало в Греции, соседи не ладили. Греческий предатель рассказал о тайной тропе в горах. Если персы смогут прокрасться вдоль побережья, то на рассвете они окружат спартанцев. В узком фермопильском проходе Леонид и его воины-спартанцы были измотаны, но горды. Целых двое суток они смогли противостоять персидской армии. Однако они понятия не имели о новой опасности, таящейся в горах над ними. Ночью бессмертные начали подъем по гребню скалы над позициями спартанцев. Ночные вылазки были практически неслыханы для войн древности, потому что темнота могла все запутать. И это лишний раз доказывает, что Ксеркс отчаялся выбить греков из узкого горлышка, что выбранная спартанцами стратегия сдерживания сработала эффективно. По плану бессмертные должны были обойти спартанцев с фланга и атаковать с первыми лучами. Леонид полагал, что тропа перекрыта, но греки, посланные им на гору, не были спартанцами. Простые граждане, призванные на службу, не могли противостоять бессмертным. Персы начали спускаться к позициям греков. Греки, которые удерживали тропу, послали к Леониду и другим грекам гонца с сообщением, что их сейчас окружат. Это изменило всю диспозицию. Леонид получил самое ужасное известие из всех возможных. Его обошли с фланга. Его позиция может быть окружена. Но спартанцы никогда не сдавались. Леонид поклялся сдерживать персов как можно дольше, и он собирался сдержать клятву. Во-первых, он просто не мог сбежать, потому что в военном словаре спартанцев не было слова «сбежать». Поэтому он должен был остаться и максимально использовать свое положение. Леонид понимал, что в открытом сражении ему не устоять. И теперь, согласно одной легенде, Леонид обратился к членам Криптии, спартанского подразделения тайных операций. По плану нужно было обезглавить армию персов, убив их императора Ксеркса. Он решается на славный поступок — попытаться убить Ксеркса, чтобы обезглавить змею, в надежде, что остальная часть армии персов повернет и уйдет обратно. Если уничтожить командиры и систему управления, армия попросту ослепнет. Подобные задания хорошо знакомы современным спецназовцам. Леонид приказал провести ночную атаку в тылу вражеских сил с тем, чтобы уничтожить специфическую цель. Во время ночной операции нужно постоянно быть на стороже и задействовать все свои шесть чувств. Нужно более внимательно следить за окружающей обстановкой, но также контролировать собственные действия. Поскольку их база была на пляже, наиболее очевидно, что спартанцы двинулись к лагерю персов по берегу. Всегда используйте элемент неожиданности, особенно во время нападения ночью. Это укрепляет уверенность в возможности выполнения поставленной задачи. Первая проблема, с которой столкнулись спартанцы — проникновение через внешние оборонительные порядки. Свет Луны мог выдать их, поэтому они обернули свои отполированные железные мечи. Этой форме боя члены Криптии обучили молодых спартанцев в лагерях во время образовательного периода. Версидские охранники не ожидали никаких неприятностей, потому что тогда по ночам нападения не совершались. Во время ночного рейда по тылам противника адреналин просто зашкаливает. Их цель, шатер императора, было легко заметить, поскольку с Ксерксом был его караван. Он притащил своих рабов, женщин. Так всегда поступали персидские цари. Спартанцы приготовили оружие. Развернули свои опасные ксифосы. Эти мечи для рукопашного боя имели короткие толстые клинки, наносившие ужасные раны. Сначала они убрали часовых. Они бесшумно сделали это другим оружием. В классическом стиле Криптии. Ножами. Они делали это, когда им было 16, 17, 18 лет. Особый удар по одиночной цели. Ночная диверсионная группа спартанцев приблизилась к главному лагерю персов. Они должны были найти тщательно охраняемого императора персов и убить его. Вероятнее всего, они убивали любого перса, ставшего на их пути к императору Ксерксу. Что там произошло, неизвестно. Но император персов уцелел. На рассвете все оставшиеся спартанцы были готовы принять последний героический бой. Но теперь перса атаковали с двух сторон. Теперь фаланга бесполезна. Она не может вести бой сразу в двух направлениях. Поэтому спартанцы прижались к небольшой скале, чтобы прикрыть спину. Приготовиться к отходу. Отходим. К тому времени большинство греческих копий было сломано, поэтому спартанцы и оставшиеся греки использовали то, что было под рукой. Вольно. Когда фаланга ломается, когда нарушается взаимодействие, требуется персональное оружие для ближнего боя. Спартанцы не сдавались и продолжали сражаться своими смертоносными короткими мечами и даже сломанными копьями. Наконец, потеряв примерно 20 тысяч человек, император Персов решил покончить со спартанцами с безопасного расстояния. Он вызвал своих лучников. Но даже это не устрашило спартанцев. Кто-то сказал, у персов так много лучников, что когда они выпустят стрелы, те затмят солнце. На что храбрейший из спартанцев по имени Диэнек ответил, «Отлично, тогда мы будем сражаться в тени». Когда выпустят столько стрел, что они затмят солнце, да, спартанцы будут сражаться в тени. Однако же стрелы в конце концов найдут свои цели. Глядя смерти в лицо, спартанцы продолжали сражаться. Леонид был смертельно ранен. И, наконец, последние из 300 его бойцов полегли рядом с ним. Но жертва спартанцев была не напрасной. Благодаря обороне Фермопил греки смогли выиграть время, успели собрать армию и подготовиться к возможному вторжению Персидской Орды в Южную Грецию. В течение года армия Ксеркса была побеждена на суше и на море. Спарта и ее греческие союзники остались свободными. Репутация бесстрашного спецподразделения спартанцев была закалена в фермопилах. Эпитафия напоминает об их героической обороне. Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакидемоне, что их заветы блюдя здесь мы костьми полегли. Программа к показу подготовлена компанией СДИАМЕДИА в 2014 году. Перевод Геннадия Максимова. Текст читал Роман Антонович. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова